Опа, это что телек? Android TV, TCL. Ну-ка пойдем. Ребятки, сегодня приехал вот такой вот телек TCL Android TV 50 дюймовый. Сейчас попробую его поднять. Вот такая коробчонка. Тяжеленный, тяжелючий. Сейчас буду распаковывать. Ой, здоровый телевизор. С поддержкой Android TV умный. Так, каких больших телеков еще не было. Что-то уже падает. Надо очень осторожно разбирать ножки, чтобы ничего не повредить. Смотрите, ребят. Вот он. Вот он телек, телек. А это что упало? А это пульт. Да, и, видимо, еще шурупы специальные, чтобы можно было на стену его зафигать. Кстати, такой телек сейчас 30 тысяч рублей. Это за 50 дюймов. 30 тысяч рублей TCL. TCL, китайская компания. Можно выбрать также 55 дюймов. Он будет стоить уже на 5 тысяч дороже. И 75 дюймов за 70 тысяч, представляете? Ну, у меня 50-дюймовый за 30-точку. Так, ну что, попробовать его достать. Один я не справлюсь. Надо сейчас эту коробку как-то положить, наверное, на пол. Да, и уже лежа вытаскивать. Так, пацаны, я его кое-как вытащил. Он тяжеленный. Короче, что хорошо, что он энергоэффективный, да. Сейчас на технике пишут энергоэффективность. То есть, вот это по европейским стандартам есть несколько классов эффективности. Самый крутой это A++. Самый энергоэффективный. Мало энергии потребляет. У меня получается A+. То есть, не самый топовый, но почти самый топовый. Все равно хорошая энергетическая эффективность. Все, что ниже B, да, C, D, E, это вообще плохое энергопотребление. 71 ватт он ест во включенном состоянии. И выходит примерно 104 киловатт час в год. То есть, если мы переводим это в рубли, 1 киловатт у нас стоит, ну, примерно плюс-минус 3 рубля. 300 рублей всего лишь будет обходиться электроэнергия для питания этого телека в год. То есть, ну, это совсем немного. Логотип TCL. Здесь у нас что? Это динамик, что ли? Или что это такое вообще? Интересная какая-то часть. Он сейчас без ножек. Мне надо прикрутить к нему ножки. Вот здесь вот есть специальные крепления. И, естественно, поставить его. Ну, он большой, да. Посмотрите, такой здоровенький. Что у нас здесь написано? Android TV. Это 4K HDR телевизор. Здесь разные поддержка разных систем. Google Assistant, Netflix, Amazon. Вот. Здесь он в пленочках. Ну, ладно, давайте сейчас я его немножко подсоберу. Прикрутил, значит, ножки. Вот на два вот этих крепления они крепятся, да. Такая вот обычная ножка. Вот серенькая, типа хромированная. И с этой стороны такая же. А вот так выглядит пульт. Давайте его сейчас расчекрыжем. С отдельной кнопкой под Netflix. С отдельной кнопкой под ОККО. Кинопоиск HD. Нифига себе, да. Пульт. Современный пульт от нового телека. Узенький. Из-за объема. Она еще никак не хочет. Узенький. Кстати, батарейки к пульту есть в комплекте. Вот как выглядит пульт. Очень узенький. Длинный. Кнопки мягкие. Нажатия не очень громкие. Вот. Ну и батарейки. Давайте сейчас посмотрим. Там, по-моему, две пальчиковые батарейки должны идти. Мизинчиковые. А вот такие фирменные батареечки TCL идут в комплекте. Эй, эй, эй. Мизинчиковые. А это, дорогие друзья, сравнение с моим монитором. Вон стоит 24-дюймовый монитор. На котором я сижу за компом. Да, 24 дюйма Samsung. А это вот TCL 50 дюймов. Огромный телевизор. То есть это... Если его использовать в качестве монитора, он будет практически во весь стол. Просто огромный. По толщине, кстати, он не самый, так скажем, тонкий, но не самый толстый. Вот толщина примерно сколько здесь? Сантиметров, может, 6-7. Монитор чуть потоньше. Имеет заужение к верхней части. А здесь, как я понимаю, все микросхемы, там платы. Куча разных выходов. HDMI. LAN порт даже. О, нифига себе. А что, интернет? Нужно прямо сюда проводной впендюрить. Итак, ну что? Вот я подключил, короче, его к удлинителю. Удлинитель идет уже к розетке. Блок питания. Ну, как сказать. Здесь вот идет, вот отсюда выходит, получается, кабель. Вот он идет, идет, идет. Все, я его подключил. В принципе, уже можно делать первое включение телека. Для этого нажимаем кнопочку. В пульт я батарейки вставил. Ну-ка. Сработает. Нет? Я вроде все включил. О, тесель. Тесель, тесель. Так, что он мне сейчас покажет? Ну, ничего не покажет, скорее всего, потому что я его еще не настраивал. Просто должен включиться. Долгая заставка. Может, настройка какая-то будет. О, анимация, как на телефоне. Кстати, телефоны тоже тесель делают. Давно они зашли. О, это фирменная заставочка Google. Ждем-с, ждем-с. Умные телеки сейчас пошли. Да, сейчас практически все телеки, которые дороже 20 тысяч, они уже умные. Да, смарт-ТВ. С возможностью подключения к интернету. Андроид. Андроид-ТВ. Ну, первое включение. Во, и здесь, смотрите, как будто я купил себе новый телефон. Здесь сейчас первоначальная настройка, управление с помощью пульта. То есть, все еще пока на старых кнопках, да. Нужно выбрать язык. Сейчас пойдем, захочет. Настроить телевизор с помощью телефона Андроид. Хм, ну, может быть. Нет, давайте просто так настроим. Ну, и да, сейчас, как на Андроиде, там все, Wi-Fi, подключитесь. Давайте сейчас это все пройду и продолжу. Итак, ну, тут телевизор меня пытается познакомить со своими возможностями. Смарт-ТВ, технология Андроид-ТВ. Познакомьтесь с возможностями. Окей. Устанавливайте приложение из Google Play. Я уже, кстати, зашел в свой аккаунт гугловский. Сейчас посмотрим, какие приложения можно скачать. Например, для просмотра сериалов и спортивных трансляций. Игры и другой интересующий контент. Обращайтесь к Google Ассистенту. Да, действительно, можно по команде OK Google обращаться к телевизору. Он будет слушать ваши команды. Но я эту функцию не стал настраивать. Транслируете медиаконтент на телевизор. Да, это тоже такая тема. Можно с телефона, например, в приложение YouTube зашел, нашел вот этот вот флажочек Chromecast. И у тебя автоматически с телефона перекидывает изображение на телевизор. Чтобы на телевизоре не искать какой-то ролик, да, быстро на телефоне нашел, перекинул на телевизор, смотришь на телевизоре. Вот, очень-очень удобно. Выберите свою страну, регион, пользовательское соглашение. Окей. Окей. Это все. Я пока прохожу первоначальную настройку. Так, нас учат, как пользоваться пультом. Подключите пульт. Пожалуйста, одновременно зажмите и удерживайте две кнопки. Домой и окей. Так, вот мне эти две кнопки на пульте. Раз. Сопряжение идет. Смотрите, как все интересно. Теперь ваш пульс. А пульс-пульт! Все, короче, сейчас подключен пульт. К моему телевизору привязан. Поставил его на свой стол. Значит, ну вот так вот выглядит классическое приложение. Эй, что пульт не? Пульт не работает. Эй, что пульт не работает? Только включайся. Вот, все, вроде сработало. Здесь индикация специальная внизу. Так, вот как выглядит классическое приложение. Smart TV. Здесь у нас разные, как бы, разные приложения, через которые мы можем смотреть фильмы, онлайн кинотеатры. Вот здесь нам сразу предлагают через Netflix посмотреть какие-то «Ход королевы», «Люпин», «Ведьмак», «В ее глазах». Но это все, как бы, все эти платформы, ОКО, кинотеатр, ИВИ, это все платное, естественно. То есть, эти все кинотеатры, они работают по подписке, ты платишь какую-то сумму и можешь смотреть там месячная подписка, еще какая-то. То есть, по сути, это все платное, платное. Также здесь есть, смотрите, TCL Channel, есть специальное приложение первого канала, Russian TV, Katrina TV какое-то, STS. Вот это, как я понимаю, должно быть бесплатно. Давайте сейчас попробуем нажать на первый канал. Ну-ка, ну, конечно, здоровый телевизор. А, это приложение, это как приложение, пропустил, да, смотрите, установить. Он скачивается, это просто приложение первого канала из Play Market, и сейчас я его буду скачивать. То же самое я могу скачать на свой телефон. Вот, все, идет установка. Кстати, быстро все сделается. Идет установка первого канала. Первый канал устанавливаю. Когда еще такое могло, мог бы я себе такое подумать. 12+, кстати, смотрите, если вам 11 лет, первый канал нельзя вам устанавливать. Интересно, почему. Нажимаем открыть. О, да, ребята, огромный логотип первого канала на синем фоне. Что вам нужно разрешить? Разрешить. Ага, и вот, смотрите, да, действительно, я могу посмотреть либо прямой эфир, либо могу посмотреть новости, кино и сериалы, которые были по первому каналу. Чернобыль? Что, серьезно? А откуда здесь Чернобыль вылез? Телепроекты разные, например, такие, как Вечерний Урган, пусть говорят. Ну, все, что я могу посмотреть по первому каналу, все это здесь представлено. Спорт. Кстати, скоро будет чемпионат Европы по футболу. Давайте нажмем футбол. Может быть, нам что-то покажут. Смотреть последний выпуск. Вот они, эти последние выпуски. Здесь какой-то фрагмент выпуска России вперед от марта. Ну, какие-то, типа, репортажи про Евро, про соперников России. Это вообще про чемпионат мира еще. Ну, то есть здесь куча. Реал Мадрид, Барселона 2017. Короче, здесь по-странному. Выборка такая странная. Еще здесь, ребята, есть классический ютубчик. Да, да, мы можем посмотреть ютубчик на телефоне. Мы можем посмотреть ютубчик на телевизоре. Очень удобно. Ну, и, конечно, мы можем найти мой канал на этом телевизоре. Так как это все находится на ютубе в открытом доступе. То есть через телевизор мы это все тоже можем, соответственно, посмотреть. Запустить какой-нибудь ролик. Ну, например, про самсунгшевого пульта. Все листается. Вот, я сейчас пролистал видео до определенного момента. И вот смотрю свое видео, пожалуйста, на 50-дюймовом огромном экране. Ой, блин, слушайте, ну это так непривычно. После, реально, после 24-дюймового монитора. После, там, 6-дюймовых маленьких смартфонов. Смотреть на экран 50 дюймов, как будто ты где-то сидишь в кинотеатре. Это очень круто для домашнего кинотеатра. Реально, вот поэтому сюда и много поставили вот этих приложений, которые Netflix, TCL Channel. То есть сейчас люди, мне кажется, все меньше будут ходить в кинотеатры. Потому что на домашних телеках все это можно также смотреть, заплатить какую-то денежку, например, посмотреть фильм, взять его в аренду, да, как многие делают. Не покупать его, ну, полноценно, а просто взять его в аренду, там, посмотреть его и все. То есть собраться с компанией родней на большом экране, почему бы и нет. Не ходить в кинотеатр, не подвергать себя там опасности коронавирусом заболеть. Тоже такая прикольная тема. Кстати, так же, как и на YouTube обычном, здесь есть реклама перед началом видео. Вот, и она также через какое-то время проходит. Я решил сейчас протестировать максимальную громкость. Давайте сейчас поставлю максимум, главное, чтобы соседи не офигели. Вот она, вот как главное, максимальная громкость. Не, сильно громко, сильно громко. А то еще полицию вызовут. По поводу рамок, рамки нормальные, как бы нельзя сказать, что они прям супер минималистичные, ну, примерно сантиметровые, даже, может быть, чуть побольше, чуть побольше сантиметра. Но, когда смотришь на телевизор издали, то эти рамки кажутся совсем маленькими, потому что чем больше диагональ, тем рамки кажутся визуально меньше. Если бы он был по диагонали, там, 19 дюймов, то эти рамки бы очень сильно бросались в глаза. Здесь такого нет. То есть, они кажутся реально тонкими. Ну, и нижняя часть, она немножко потолще, да, понятно, чем боковая, чем верхняя. Здесь еще присутствует такой вот серый элемент. Здесь толщина примерно в два раза больше, ну, примерно сантиметра, может быть, два рамка нижняя. И логотип T7. В общем, ребят, сейчас у меня вот такой крутой телевизор. Я могу его использовать как монитор. То есть, я могу подключить HDMI, получается, от компа к этому телевизору. И сидеть как на обычном компьютере, только сюда поместить клавиатуру, чтобы она сюда вошла. Отодвинуть его туда подальше, убрать тот монитор и сидеть вот так втюрившись. Ну, конечно, это будет плохо для глаз. Не надо так близко сидеть к такому большому экрану. Все-таки телевизор большой, нужно смотреть на расстоянии. Хоть здесь и разрешение 4К, здесь довольно высокое, ну, как бы разрешение. Плотность пикселей на дюйм нормальная. Но все равно, если приближать, прям сильно пиксели видны, потому что, ну, диагональ большая, понимаете? Может быть разрешение и 16К, но если огромная диагональ, на эту диагональ это разрешение как бы встанет. И все равно пиксели будут заметны на большой диагонали. Поэтому вот так вот, такая вот обновочка сейчас есть. Smart TV за 30К. В принципе, раньше 30К, 50 дюймов мы не могли себе позволить. Сейчас 50 дюймов реально можно купить за 30К, 4К и Smart TV. И от известного производителя я не стал брать какие-то совсем уж неизвестные. Потому что TCL это довольно популярный бренд Китая. И они сейчас даже делают смартфоны. Вот, я думаю, по качеству будет все отлично. На этом все. И плюс он еще энергоэффективный, тоже плюс. Всем удачи, ссылка будет в описании. Всем пока-два. Чао-чао-чао-чао.